Привет, друзья! Мы решили проверить одну такую новость о том, что все-таки грибы пошли. Так совпало, что наш первый гриб оказался свинушкой, но мы их не собираем. И, конечно же, хотелось бы начать с какого-нибудь благородного гриба. Не со свинушки и не сыроежки, может быть, боровика что ли. А этот грибок уже у нас с толстой ножкой. Сейчас мы его срежем и убедимся, что он съедобный. Ой, сломался. Что-то не знаю. Скажи. Что-то с меня плохой грибнок. Грибник или грибнок, я не знаю. По-моему, я точно грибнок. Я не понимаю, это же не боровик, это что-то непонятное. Это не подосиновик. Видишь, посмотри, что там. Нет, это что-то не то. По-моему, это маслята. Да, давай, срезай. Ну-ка, давай проверим, угадал. Нет. Это же эти, как ты говорил, свинушки. Идем дальше тогда, вглубь леса, проверить эти рассказы о больших, гигантских боровиках. Хотя бы пока идем, можно посмотреть на красоту этого леса. И как бы все впереди. Мы верим, что грибы будут, но даже, несмотря на все эти предположения, это все не зря. Посмотреть на все это вокруг. Лучший отдых, который может быть. Посмотрите, это же самый что не настоящий боровик. Вот это да. Все-таки это все правда. Ух ты, какая. Вот это боровичище. Какой он чистенький, беленький. Идеальный боровичок. Посмотрите на размер гриба по сравнению с моей рукой. Великолепно. Просто, вот я говорил, что прогулка по лесу, да, это замечательно. Но вот с таким боровиком это еще лучше. Это просто супер настроение. Мне уже, даже кроме этого боровика, ничего не найдем, я уже рад. Но нет, я, конечно, шучу. Я надеюсь, что еще будет. Еще один маленький. Нормально. Даже далеко отходить не пришлось. Уже сразу второй растет. Поменьше первого. Но тоже немаленький. Только очень червивый кажется. Ну, давай ты срежь, может быть, дальше будет нормально. Все, посмотрим. Ух, сразу на пол гриба срезала. Ой, я не знаю, это поры или это червяки. Напишите в комментах. Нет, это, по-моему, червяки, мне кажется. Нет? Ой, да, это червяки. Ай, как печально. Один попался хороший, да? Ну, смотри, тут вроде ничего. Чистенький. Ну, тогда забираем его тоже. Ну, да, в принципе, даже если одна шляпка нормальная, без ножки, тоже хороший гриб. Не успел, так сказать, еще с червивицей. Такие грибы нам неизвестны. Я бы их назвал бы грибы-гномики. Интересный такой вид. Растут рядом с боровиками. Все сорвать. Получается тонкая ножка. Любопытные такие грибы. Фу, я вся в паутине. Ужас. Ты можешь сказать, что ты думаешь обо всем этом? Не знаю, а что? Нормальная начинается грибалка. Супер, супер грибалка. Вообще, честно сказать, вот сейчас вот такое время наступило, что доехать до леса, как бы, получается, по цене можно купить просто грибов в супермаркете, да? Потому что бензин стал дорогим. Но, как я уже говорил, это все для души, понимаете? И сыроежкам мы, кстати, тоже очень даже рады. Вот люблю такой грибной микс. Конечно, вот такого в супермаркете точно не купите. Чтобы и боровики, и сыроежки там. Ну и, конечно, нельзя забывать также о количестве. Потому что, наверняка, когда идет такой очень хороший сезон, то этих же самых грибов можно набрать килограммами. Андрюшка, я шампиньон сломала. Нечаянно. Вот, я думала, что это поганка. А оказалось, что шампиньон, по-моему, нет? Ну да, похоже на шампиньон. А этот вот? Вот. О, отлично. О, отлично. Ничего себе, как ты заметила. Ну что такие? Ну да, суперски. Вот мы их сложили рядом с сыроежками. И ложим в наш основной пакетик. С нашим лесным добром. У моей жены сомнения такие небольшие. Шампиньон или это, или не шампиньон. Я решил проверить. Если это шампиньон, тогда он вкусный. Вкусный? Да, вкусный. Ну, в принципе, я подумал, что если это не шампиньон все-таки, а, тогда дальше лучше не думать, да? Не надо это думать. Надо еще поесть. Либо я переместился во времени, либо это не шампиньоны. Еще семейство сыроежковых тоже забираем в нашу коллекцию. В принципе, чистенький. Почему бы и нет? А это что за индивидуум интересный такой? Ничего себе. Главное, с толстой ножкой. Даже рискну подумать, что это такое. Погоди-ка. Что ты думаешь об этом? Не знаю. Мне кажется, это шампиньон, но я бы, наверное, не брала. Я тоже думаю, что это шампиньон-оборовик. Смесь такой. Гриб типа. Их просто скрестили, наверное. Видишь, надкусанный, съедобный, значит. Да, значит, какое-то животное уже покушало. Положим его оттуда, откуда взяли. Не будем нарушать идиллию леса. Пускай растут там, где росли. Не будем вмешиваться в природу. Чего себе, как пошло. Посмотрите, вон, шампиньоны. Дальше чуть-чуть. Сыроежки. Боровик там. Да, ладно. То есть, получается, что надо еще по последовательности все собирать. Однозначно можно сказать, что сейчас еще середина видео, да, наверное. Середина нашего похода, даже меньше. Начало может быть. Мы уже можем точно сказать, что вся эта новость о том, что грибы пошли, она оказалась правой. Ну и вот, посмотрите, какие яркие красавцы. Даже во мху вон, свежие, новенькие. Ну, красота. Посмотрите. Не такой, как мы видели в предыдущий раз. Лично мне аппетит навеивает такие грибы. Не забудь, Андрюшка, про боровик этот. То есть, сейчас уйдем и все. Я-то забуду, конечно, про боровик. Так, еще чего. Идем к нему. Как тебе? Великолепно. Кстати, я пока сейчас снимаю этот боровик. Я вижу уже еще один. Где? А вот ты его срежь, я покажу. Посмотрите. Идеально чистенький, да, идеально. Где же я видел второй? А, вот же он. Так сразу и не увидишь. Вот. Да, хороши. Вот они, наши два братика из коллекции. Я, конечно, не хочу вам просто так давать надежду, что там, ну, вот, стопроцентно вы придете в лес и найдете эти боровики, да, но... Потому что каждый лес отличается. Вот, к примеру, на Ворнукроксе неизвестно, что сейчас есть грибы, нет грибов. Здесь я уже убедился. Мы в лесу Вакарбули. И я, кажется, вижу очень красивый шампиньон. Великолепный, новенький. Вообще, как будто идеальный гриб из какой-то сказки. Ни одной точечки повреждений. Такой стопроцентно нужно забирать. Забирай меня скорей. Уноси за сто морей. И съедай меня быстрей. Во. А тебе реально, Дружка, хотела сказать, что они какие-то желтенькие. Как бы не выгорели совсем. Солнышка мало было. Ничего себе. Посмотрите, как я грибы собираю. Это ты типа на себе паука завела? Как ты опишешь эту ситуацию? Тебе не страшно? Ужасно. Ужас. Грибы требуют жертв. Покажи, какой уже улов. Вот. Ничего себе. Настоящая рыбалка хорошая. Я вообще за грибами просто так не хожу. Всегда беру с собой что-нибудь перекусить. На этот раз взял прищепку. И семечки. Не так скучно получается. Идешь и кушаешь. Теперь понятно, кто будет грибы собирать, а кто кушать. Я пошел. Вот растут такие еще шампиньончики красивые. А мой муж грызет семечки. Вижу в твоих глазах сомнения. Один ноль. О, да. Сыроежка она сыроежковая. Срезная. Подвид срезная. Да, подвид хороший вроде. Подходит. Да, забираю. Боровички на этом у нас не заканчиваются. Здесь растет у нас еще один такой красавец. Великолепный. Надо срезать. Супер. Просто супер. Здесь какой-то необычный грибок. Да. Такой необычный довольно-таки. По-моему, подосиновик или... Ну да, выглядит такой, как будто он из дерева. Лакированный как будто, да, какой-то? Ну да, точно. Маховик, может? Из съедобных. Рядом сразу шампиньон. Правда, он не так красив, как предыдущий. Вижу я, сзади за мной снова шампиньоны. Есть это шампиньоны. Опять проверять не хочется, но мы их срежем и заберем домой на сковороду. Классно, что они такие чистенькие. Бывают такие сезоны, когда червяки уже все грибы съели и просто приходится один из пяти только забирать. Вот сейчас такой самый-самый сезон, когда они просто идеальны. Вот они, в принципе, все лежат вместе. Уже лесные животные подобрались к ним. Нужно только осматриваться, где их побольше. В принципе, вот еще сыроежки. Будем такое забирать? Ничего себе, как-то не аппетитно. А здесь у нас целое множество маленьких грибочков. Называются они ксеромфолина колокольчатая. Съедобность этих грибов неизвестна. Так вот прямо и написано в интернете, что неизвестна съедобность. Я не знаю, ну, наверное, просто люди не решились на такое, чтобы их попробовать. Или в чем дело? Только представьте, сколько их нужно срезать долго. Они такие маленькие. Да. И еще один подосиновик или маховик. Сейчас проверим. Давай я сразу его беру. Да, давай, бери. Хорошенький, да? Да. Берем. Моя жена нашла очередную сыроежку и, к сожалению, пошел дождь. Да, по ее лицу видно, что сыроежка несъедобная. А мы с вами прощаемся. Надеюсь, что мы эти новости подтвердили насчет грибов. Конечно же, нужно знать места. И поэтому выбирайте место, куда поехать за грибами. Всем пока. Спасибо за просмотр. Субтитры создавал DimaTorzok